Патриарх Украины Филавет рассказывал мне о том, что ни одно назначение в церкви без согласования с КГБ не проходило, что все руководители церкви так или иначе имели отношение с КГБ. — Абсолютно однозначно правильно. Я могу сказать так. Я, во-первых, знаком со всеми патриархами, ну, послевоенными, начиная с Пимена, Алексий и нынешний Кирилл. Это мои приятели вообще. — Приятели можно истрактовать двояко. — Да, но я с ними не работал профессионально. — То есть кто-то работал, но не вы. — Да, разумеется. Значит, но когда однажды я в публичном задоре в Москве сказал об Алексии, бывшем патриархе, что он сотрудничает с КГБ, что от чего от него ожидаете? Он сотрудничает с органами, публично, на каком-то из митингов. До встречи не получил звонок от патриарха. Он сказал, я бы хотел, чтобы вы зашли ко мне домой. Вы же знаете, его дом там не был, особняк в патриархе. Я пришел к нему домой, я ожидал. А он, садись. Официант, он, видимо, нанятый здесь. — А, значит, давай закусим, поедим. Я тебе кое-что расскажу. Ты человек молодой и плохо разбираешься в детских вопросах. Вот ты тут меня публично обозвал агентом КГБ. Ну, вот ты же не знаешь истории. Ведь когда советская власть взяла в руки все, значит, первая, одной из первых жертв советской системы стала православная церковь. — Ну, конечно. — Ну, треть эмигрировала. Треть попала в концлагеря, в некоторых расстреляли. А еще одна треть приспособилась, чтобы спасти нашу православную веру. Вот я принадлежу именно к этому числу людей. Я помог спасти православие, сотрудничая с вашими органами ради высших целей. И вот я впервые, конечно, услышал такой откровенный разговор. — Человечный объясненный. — И я ему сказал, да. Я говорю, тогда чего же вы не скажете публично? У нас же народ поймет. Потому что у нас народ ведь тоже сотрудничали часто не по желанию и воле, а для того, чтобы выжить. А у вас, в данном случае, и миссия была сохранить православную церковь. Значит, Кирилл, нынешний, сегодняшний приятель, мой бывший тоже, мы с ним знакомы еще с малых лет. То есть, он, когда окончал духовную академию, я с ним познакомился. А я тогда был... Ну, была у меня такая... Интерес был к церкви. Ну, абсолютно не связан с профессиональной, просто для общего образования. Кстати, как у меня был, когда я приехал в Аберику, я обо всех побывал в церквях. Я говорю, обо всех. Епископальных, там, ну, католических, естественно, каких угодно. Всех динаминаций. Ну, естественно, в синагогах. Ну, в синагогах я в других местах был. Но мне просто было интересно в познавательном плане. Я когда-то читал Библию, мне было просто очень интересно, литературное произведение. И когда это увязывается с определенными институтами, то тем более для собственных познаний. Вот такие... Вот Кирилл – это старый наш друг. Я имею в виду его, ГБовский друг.